а корман там вот экспресс показал режимчик ладно давай глянем вот экспресс да ну давай зайдем вот экспресс вот эти злодеи ну выглядит прикольно ну реально прикольно но это вообще не будут но это печально я думал хоть миха ну выглядит круто типа сейчас но это как я понял дед от вот сейчас покажу вот ну типа это screen как я понял из боя ну тип такой поняли такой мультик низкополиагональный но если здесь будут просто обычные бои это как бы что-то такое я чё думал там что-то такое блин вот как будто бы блин этот как будто бы блин как будто бы ладно бы еще неизвестно нихера при режим но посмотреть будет блин я думал там режим будет который на начале года обещали да не снова всех прогрели там режим типа полоса препятствий на танке всякие лифты да 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 но они прогрели и них не вели как всегда как всегда вот так что вот так но выглядит прикольно красиво выглядит такая рисовка типа смешная так что все танки одного цвета типа союзники желтые противники красные надо будет танки разноцветные делать блин вот но ничего прикольно но там что-то 3d то можно будет кастомизацию в режиме выбить соответственно но новый режим но я не могу найти скрины нашел теперь мое любимое сохранить картинку как на рабочий стол сохранить вторая картинка сохранить картинку как на рабочий стол сохранить сохранить картинку как на рабочий стол сохранить сохранить картинку как на рабочий стол сохранить Так. Сохранить картинку как? На рабочий стол. Сохранить. Сохранить картинку как? На рабочий стол. Сохранить. Подробности режима Зимний рейд. Уже совсем скоро, во время празднования новогоднего наступления 2025, стартует абсолютно новый режим Зимний рейд. Держите подробности от нас для понимания нового будущего геймплея. Описание. Отправляйтесь в Зимний рейд. Соревнование, в котором три команды по пять человек собирают подарки в заснеженной стране чудес. Вот. То есть, получается, три команды в поле будет. Одна из основных особенностей, которая уже была известна, это игра трех разных команд в одном бою по пять человек на уникальной карте. В бой можно выходить как одному, так и в составе до трех игроков. Вы сможете выбрать... Вы просто прикиньте, взвод из трех в команде из пяти. Ну и здорово. Вы сможете выбрать один из трех ивентовых танков. Ну, короче, копирка БЗ-75, копирка 13-105 и копирка Леоперда первого. Он может, кстати, лечить союзников. Вот так. Еще восстановить здоровье танка можно будет на союзной базе. Ну, это Вартандр уже получается. Также в режиме присутствуют уникальные обилки для техники. Заморозка, вспышка, аура лечения, ярость, заплатка, скрытность и турель. Боже. Это Тим Фортрес уже с турелью. Основная задача в бою состоит в захвате, вдумайтесь, праздничных коробок. Они разбросаны по всей карте и на вражеских базах. После захвата следует отвозить их на свою базу и таким образом приносить очки своей команде. Но это уже фоллгайс получается. Вражеские команды точно так же будут пытаться украсть коробки с вашей базы. Такие попытки надо будет предотвращать, защищать базу или использовать свои тактики. Уничтоженный танк... ой, уничтоженный танк противник сбро... Уничтоженный танк противник сбросит все переносимые коробки. Так написано. Как-то смешно бы написали. В самом режиме можно будет зарабатывать специальные жетоны. Затяжечка. Также их можно будет заработать, выполняя специальные боевые задачи в случайных боях. О как. Жетоны применяются на специальной карте. Двигая игрушечным танком, вы идете по карте, открываете новые элементы кастомизации, включая уникальные 3D-объекты. Вот, кстати, их не показали до сих пор. Это вот пятая коллекция, видимо. Эта игрушечная настольная карта является прогрессией самого зимнего рейда. И вот сноска. Примечательно, что режим требует намного больше ресурсов компьютера, нежели стандартные режимы игры. Поэтому у кого слабый компьютер, могут испытывать просадку FPS. Поняли? Я сейчас вам просто скрины из режима покажу. Вот. И оказывается он FPS жрет. Так, что там еще по картинкам? Вот такая картинка есть. Непонятно что. Ну, коробка. И танки едут, типа. Ладно. Значит, что еще? Вот эта карта получается. Как ее уменьшить? О! Ну, это вот типа, как я понял. Двигаться, короче, по карте. Поняли? Двигаться по карте и открывать праздничную коробку, видимо, какую-то там. Понятно. Это у нас... А, это я вам вчера показывал, да. Это вот так режим, как я понимаю, будет выглядеть. Пиксельный, типа. Поняли? Но при этом компьютеру пи***ться от него. Это как? Это как они так умудрились сделать? Здесь, получается, танк подбили. И это получается вот такой вот смешной... Ага. Ага. Вот такой смешной леопард вот с такой писюшкой для режима. Как вам, ребят, леопард первый? 35 урона. А, там кассета. То ли пулемет. А, хп есть. Значит, танк бьет. Можно будет 70 этих километров в час. Вот так. Вот такой леопард. Что там еще у нас? Вот такой бадзе из бумаги. Аж сквозь текстуру земли провалился. Так. И 13, 105 где-то еще у меня был. Вот, пожалуйста. 400 урона. 15 кд. 3 пюлины. 1,25. Ну-ка, погодите. Минус 11 увн, кстати, верить. Так. И где бз? А у него что? 700 урона. Кд. Где кд? 8 секунд кд. Ну как там с деньгами? Э, у меня черный... Все, сейчас опять зависнет. Все. Это подготовка к режиму. Уже я ком-то и сломался. Нет, живем. О, я в кусты поехал. Субтитры сделал DimaTorzok.